Здравствуйте, друзья! Мы снова вместе. И сегодня я бы хотел поговорить о такой теме, как деньги. У меня часто спрашивают мое мнение, что такое деньги, как сделать так, чтобы у тебя все было хорошо в плане финансов. И я не готовился к этому видео. Я буду говорить из потока. Что-то я буду говорить от себя, какие-то свои наработки. То, что я понял, принципы, которыми я пользуюсь в плане денег. И что-то будет приходить из пространства. Самое важное нужно вам уяснить, это то, что если нет денег, то медитации на деньги, какие-то ритуалы, проехать под мостом, помахать купюрой. Под железнодорожным мостом, когда проходит поезд, типа можно помахать купюрами, чтобы были деньги. Вот эти все ритуалы не сработают. Важно знать, что проблемы нужно решать на уровне, на котором они возникли. То есть, если у вас нет денег, то значит, что мир социума вам не дает какой-то поддержки. А если еще немножко дальше пройти, то вы миру социума ничего не дали такого, чтобы социум вам заплатил. Это простейшее правило. Но есть еще один момент. Деньги можно заработать, пройти по двум путям. Первый путь – это темный путь. Вы видите, что в мире есть некая несправедливость. Многие богатые люди, не все абсолютно, но многие богатые люди заработали деньги нечестным путем. Например, казино, какие-то ставки, вот все, что в этом роде, коррупция и так далее. Это темный путь. То есть, можно идти по темному пути за счет угнетения остальных. То есть, человек разрабатывает определенную систему, которая ему приносит деньги. Денежную энергию из мира выкачивает. Это как выкачивание ресурсов из планеты. Второй путь – светлый. Светлый путь заработка денег – это создание, осознанное создание ценности, что будет ценно, полезно в социальном мире. И когда вы эту ценность создали, вам ее нужно сделать таким образом, чтобы вашей ценности было много. То есть, не просто какой-то там пост написали, какое-то видео записали, или кому-то дали совет в телефонном разговоре, да, как это бывает. Мы все друг другу что-то советуем по делу. А нужно от вас, чтобы вы начали пушить пользой реальной, пользой социальный мир, потому что деньги вам дают люди. И этим людям что-то нужно. Если вы можете закрыть эти желания, потребности, то социум будет вам давать как обратную связь деньгами. Можно также посмотреть свою пользу в социуме. То есть, вы, если, например, у вас все хорошо с деньгами, то социальный мир вам дает обратную связь в виде денег, денежной энергии, материальных благ. Но бывает такое, что человек сильно старается, очень много работает, чтобы были деньги, у него их очень мало. Это значит, что такой человек, он создает ценность недостаточную, чтобы социум, социальный мир заплатил ему хорошую сумму. То есть, здесь работает закон физики. Ровно ценность настолько, насколько ты с нее получаешь. Есть социум, есть вы. И вот светлый путь. Это вам нужно будет сделать что-то такое масштабное, полезное для этого социума, чтобы создалось давление. Давление в обратную сторону. Например, я начинаю выкладывать в сеть толковые видео, разные практики, подсказки, какие-то ориентиры, ценную информацию. Я это выкладываю в сеть, например, в YouTube. И YouTube начинает это распространять в предложенных видео и так далее. И ту ценность, которую я закладываю в каждом видео, эта ценность размноживается на всю планету. То есть, меня смотрят на всем земном шаре. Получается такая картина, что я взял какие-то ценности из своего опыта, какие-то принципы, какие-то технические моменты. Все это дело представил в открытый доступ. И миру ничего не остается делать, как мне заплатить. То есть, у меня создается разница давления. Я в мир сделал какой-то вклад. И этот вклад, мир, потому что давление, пропорции неравные. Вклад я сделал, сделал масштабный вклад. И социуму, миру людей, которые получили то, что я передаю, какие-то техники, занятия. Ничего не остается делать, как эту разницу давления сбалансировать. И, соответственно, у меня нет проблем с деньгами. Понимаете? Либо вы просто, может быть, немасштабно делаете вещи какие-то. Да, вы там точечно работаете, но точечно этого мало. То есть, нужно всегда выходить на мировую арену. Потому что закон денег гласит, что их бесконечное количество. То есть, в принципе, денег бесконечное количество в этом мире. Почему? Потому что те деньги, которые к вам приходят, вы их куда-то отдаете. Эти же деньги потом за счет обмена услуг опять к вам приходят. То есть, денег вокруг полно. Но не все люди могут получить доступ к этим деньгам. Да, или к каким-то нужным суммам. И многие люди интуитивно чувствуют и знают, что есть богатые люди, которые заработали темным путем или светлым путем. Я за второй вариант. То есть, за счет того, что вы даете масштабную ценность миру, вы его пушите этой ценностью. Прям накачиваете. Сколько времени у вас это займет, это уже зависит от вас. И когда вы создаете такое большое давление в ту сторону, да, в социум, накачивая ценностями, да, какими-то полезными вещами, то социум по-любому найдет варианты вам заплатить. Вот прям по-любому. Получается, вы можете регулировать поступление денежной энергии в мире. Вот такая вот информация. И если вы идете вторым путем, да, светлый путь заработка денег, то здесь важна именно масштабность. То есть, то, что вы несете в этот мир, важно, чтобы вы это делали масштабно. Не какому-то другу, там, сказали какой-то инсайт. А этот инсайт сделали так, чтобы он разошелся на максимальное количество людей. А не просто утонул там в трех-четырех головах ваших знакомых. И все. Поэтому вот ключевой момент денежной энергии. Всегда помните, что проблемы нужно решать на том уровне, на котором они возникают. Соответственно, нет денег, вы не сможете через медитацию увеличить денежный поток. Потому что максимум, что вы в медитации можете почувствовать, это осознать, что вы делаете не так, почему у вас нет денег. То есть, осознать какой-то блок. Но все равно, выйдя из медитации, вы закатаете рукава и будете делать, решать эту проблему на этом уровне. И помните, что вам всегда платят люди. Деньги не растут на деревьях. Они не валяются в горах или в песке, в пустынях. Деньги у людей. И здесь важны люди. То есть, люди, которые вас окружают. И если у вас сложная коммуникация с окружающими людьми, именно коммуникация, вы не можете договориться, или вас все раздражают, или ненависть какая-то, то это является мощнейшим блоком для того, чтобы вы получали дивиденды. Почему? Потому что люди чувствуют ваши вибрации. Они чувствуют то, что вы хотите либо схитрить, либо счетчики в глазах появились, либо еще что-то. То есть, какое-то второе дно, либо желание навариться. Это очень видно, например, по таксистам, еще по кому-то. Я не про всех таксистов говорю, а то, что я лично сталкивался. Есть и хорошие люди. Там на рынках это видно. То есть, тебя либо обвесить хотят. То есть, все равно есть попытки темного пути. Не за счет того, что дать пользу, и уже ты, получая эту пользу, понимаешь, что я хочу платить. То есть, вам нужно вызывать позитивное желание у людей вам заплатить. И еще мой небольшой лайфхак по поводу денег. Возьмите за практику, где бы вы не расплачивались. Зашли вы в магазин за продуктами, вы платите. Если вы предприниматель, вы платите зарплату. Если вы что-то покупаете, в момент оплаты, когда вы прощаетесь со своими деньгами, почувствуйте то, что вы платите как бы себе. То есть, тот продавец, которому вы отдаете свои денежки, как будто это вы. Тот интернет-магазин, который взял денежки, как будто вы себе платите. То есть, вот эта коммуникация покупки, оплаты, она должна быть переписана на то, что вы всегда платите себе. Получается такая цепочка. Если вы с удовольствием платите, и еще ставите установку, что я плачу себе, что бы я ни купил, то эта установка работает и на входящий сигнал, на входящий канал. Получается, что она может быть сразу не сработает, но через неделю практики вы увидите, как вам начинают платить с удовольствием. То есть, за ваши услуги, за какую-то работу вам начинают люди платить точно так же, как вы прописали вот в этой установке. Это такой мой лайфхак небольшой для вас. У меня все. Если будут вопросы, пишите в комментариях, разберем. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И увидимся уже на практике, потому что следующее занятие у нас уже будет с практикой. Всем желаю жить изобильно, в гармонии, зарабатывать светлым путем, не темным, и создавать масштабную ценность этому миру. Пока.